так ребят всем привет мы на закупке приехали будем брать продукты ну что думал все по заканчивалось кушаем много кушаем вкусно поэтому еще я взял кольцо я не знаю все его приготовить ну мама не любит не знаю папа спрашивает у меня вроде тоже не любит взял на всякий случай может быть на выходных пожарим что закупаемся всем привет ребятам сегодня я с вами привела себя в порядок помыла волосы выпрямила с прямыми волосы мои больше нравятся сегодня у меня уже пупок не болит кожа растянулась я очень хорошо смазывала постоянно маслом кремом маской и вот и кожа стала более эластичной сейчас уже как бы есть небольшой дискомфорт но не такие прям супер боли как были в первый в первый день в первую ночь уже все покрасили то что я думаю когда ваня освободиться то возможно мы уже начнем мебель детскую и ванюшкину и малышкину комнату потихоньку переносить все уже доделывать вот и что-то еще хотела а и я потихоньку начала собирать детские вещи в больницу хочу чтобы они уже были готовы я в итоге определилась в чем хочу взять что хочу взять для выписки малышки а вот и еще загрузили стирку и включат вот просто сейчас снимают рецепты и чтобы машинка не мешала так как она рядом с кухней находится чем после того как от вот включат постирать вещички ребят всем привет в общем пока мы с мамой снимаем видео на семейную кухню папа у нас закончил эту комнату все сделать здесь покрасил здесь нужно было именно покрасить но и убрался видите здесь все чистенько красиво потом ой хотел дверь закрыть выключателем потом он доделал здесь тоже там были маленькие такие знаете нюансы их нужно было подшпаклевать и подкрасил и еще и в детской тоже тоже покрасил да сегодня вроде вчера не вчера на один раз вроде красил но сегодня еще одном подкрашил который подшпаклевал единственное из-за того что свет там плохо видно ну в общем ладно я вечером вам покажу когда будет на улице темно потому что она видите экспонирует по улице получается очень темно но получилось классно и еще а также в зале уже прошелся на один раз да вот там вот видите сзади нужно будет еще на разочек красить хотя бы меню пиксельную работу да тут получается так как окно выставляли все по уровню и выставляли по этой стене короче вверх выходит на сколько сантиметров не не сантиметров наверно пол сантиметра он заподлицом но штукатурка да штукатурка местами очень выглядывает мы не стали это все сдирать и шпаклевать идеально потому что в дальнейшем здесь будет ремонт и решили что это просто в пустую будет сделано поэтому как бы просто покрасили подшпаклевали чтобы это ну пену не было видно а так в целом все будет хорошо и так же сзади вот тут вот мы прикрепили металлическую ту штуковину не стали здесь крепить гипсокартон потому что здесь тоже очень большие проблемы с шпаклевкой стены очень кривые и крепить было гипсокартон это просто ну не знаешь от чего ориентироваться то ли от окна но тогда шпаклевка ну короче приняли решение сделать металлом закрыть и покрасить и я думаю не будет видно когда будешь менять штукатурку да когда будем это все сдалбливать и сделают уже все хорошо потому что и камин мы тоже хотим переделывать ну передвигать вот и это стенки тоже не будет ну в общем это будет уже в дальнейшем что ты говоришь? чтоб не делать мартышкин труд ну да смысл сейчас облагородим а потом не ну в какой то степени мы тоже делаем мартышкин труд да ну можно было бы полгода жить с пеной но решили что облагородить чтоб глаза ничего не бросалось да да и вот в этой части смотрите здесь тоже пена вот так вот видно я мы решили короче что не будем здесь мучиться потому что здесь очень неудобно просто скорее всего просто купим какой-нибудь уголочек и просто его сюда вот вклеим и будет хорошо почему ты скажи? ну потому что вот этой сины то не будет и поэтому нет смысла здесь выводить это вот а еще у нас очень красивые стеклышки видите? жидкое стекло ну а тут мы с мамой снимаем видео короче готовим наполеон а наполеон занимает очень много времени вот ну в любом случае получается достаточно быстро да? насколько это возможно? ну ну мы очень быстро для наполеона мы очень быстро делаем да вот поэтому наполеон не совсем обычный наполеон будет я пробовал коржики они такие вкусные ну а не свой ну можно сказать из чего? или это секрет фирмы? ну давай доставим секрет кому будет интересно в субботу выйдет видео я надеюсь или воскресенье угу и смогут посмотреть я вот эти вот видите остатки тут остаются мммм вкуснятина а я же кофе хотел пойти делать еще Катюшка тоже попросила что-нибудь перекусить просто я сказал что обед у нас будет просто время 3 часа дня а это у нас еще даже не пахнет ну когда мы снимаем на семейной кухне все голодные да эти все голодные поэтому надо что-то придумывать нет ну ну я уже придумал она хотела кофейку слабенького и чего-нибудь сладенькое она я это ела сегодня? ээ нет но она хотела слабенького а слабенького тогда слабенькое На улице ночь Мы закончили снимать тортик Смотрите, какой красивый И самое главное Очень вкусный тортик получился Рецепт выйдет, скорее всего, в воскресенье Не в субботу Завтра нет В воскресенье Сейчас несу Катюшке на пробу Кусочек такой вот маленький И чайок тоже сделал Мы сейчас уже поужинали Или пообедали Два в одном Когда съемки все говорили Я немножко порядок Ну, это так В общем, сложила Все подгузники, которые я заказала Плюс коробка с салфетками И вот здесь вот все Короче, так как мои любимые Мэри с у нас перестали продавать Нигде их не могу найти Вот эти я вам уже показывала Которые пришли Но я их уже пробовала Только для вонюшки Трусики я покупала Вот это именно вот Заказала подгузники Вот, также еще заказала Такие вот подгузники Вот этой фирмы Их вообще не видела ни разу В магазинах На Амазоне Заказала Заказала тоже маленький размер Два, пять килограмм Вот, двадцать семь штук Хочу попробовать Может понравится И тогда закажу Упаковку побольше Вот здесь у меня всякие сосочки Бутылочки Которые в скором времени Нужно все будет это Распечатать, помыть Эти подгузники я вам показывала Здесь коробка С салфетками Вот эти вот салфетки Самые лучшие Они без всяких добавок Просто влажные На воде То есть без всяких ароматизаторов И всего остального И хагис Тоже Для новорожденных Получится Единичка Восемьдесят четыре штуки Так что Когда малышка родится Будем вот это вот все пробовать Это корзина вообще для зала Вот я хочу Чтобы в зале Было все Тут еще пеленочка Постелится Вот И уже завтра Думаю Мы Что-то уже разложу В ее комодик В шкаф Там тоже много места Вот А пока что вот Тут все Стоит Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok